Добрый день, меня зовут Федор Смирнов и в заключительной части нашей конференционной программы выставки мы поговорим о будущем работы, о будущем труда, о том, как дигентализация, автоматизация меняют наше представление о труде. Мой доклад будет на русском языке, мне кажется, это логичный выбор с учетом того, что... Меня зовут Федор Смирнов и в заключительной части нашей конференционной программы... Да, русский язык является логичным выбором в этом случае, поскольку большинство участников, для них русский наверняка является родным языком, а для тех, кто ищет работу в России, в любом случае, знание языка необходимо. Давайте для начала проверим, все ли у нас в порядке с техникой. Если вы меня хорошо слышите и картинка приемлемого качества, дайте об этом знать в чате. Например, отправьте плюсик или еще каким-то образом просигнальте, чтобы мы понимали, что у участников никаких технических проблем не возникает. Если что-то не так со звуком и картинкой, то, соответственно, тоже просигнальте об этом в чате. Мне хотелось бы, чтобы наше общение было максимально таким двусторонним, поэтому чат – это как раз наш инструмент обратной связи. Поэтому как раз такой формат виртуальной выставки позволяет это сделать. Вы можете заранее формулировать свои вопросы, комментарии, идеи и сразу же вбрасывать, отправлять их в чат. Мы их соберем и постараемся на них ответить после уже моего выступления. Сначала, да, позвольте мне представиться. Еще раз, меня зовут Федор. И, наверное, пару слов о себе. 15 лет назад я получил такое классическое филологическое образование в своем родном городе, закончив факультет иностранных языков и продолжил учиться в аспирантуре. И примерно в это же время в мою жизнь пришли интернет, компьютер и информационные технологии. Пришли всерьез и надолго. Поэтому вся моя дальнейшая такая профессиональная жизнь была связана с интернетом, компьютером и языками. Уже работая в IT-компании, я защитил кандидатскую диссертацию, посвященную, кстати, интернет-общению. Это тоже была история на спеке языка и технологий. Через год выпустил книгу «Искусство общения в интернете», где свои научные идеи популяризировал в таком более понятном для большинства массового читателя виде изложил. Дважды побывал в Марбургском университете благодаря стипендиям ДАД. И за это время работал в достаточно таких разных отраслях. Работал в отраслевой IT-журналистике в качестве главного редактора интернет-СМИ. Работал в маркетинге и пиар IT-компаний. И то, чем я сейчас занимаюсь, наверное, можно определить как такую сферу, как развитие бизнеса. Параллельно с работой я занимался и различными общественными проектами. В частности, был одним из основателей российского отделения Internet Society. Это глобальная организация, которая выступает за свободный и доступный интернет. И с AllumniPortal Deutschland, с порталом для выпускников немецких программ, меня объединяет достаточно такая давняя история сотрудничества. Я модерировал группу Digital Gesellschaft, где мы говорили о цифровом обществе. И сейчас я продолжаю в отношении группы Spotlight on Jobs and Career. Поэтому, наверное, вот сейчас в этой роли и буду рассказывать о будущем труда, работы, как она выглядит с моей точки зрения. Если мы сегодня попробуем заглянуть в будущее, то, наверное, можно обозначить сразу несколько таких трендов. Обо всех мы вряд ли успеем поговорить в формате сегодняшнего доклада. Просто несколько, наверное, таких ключевых вещей, о которых в последнее время активно дискутируют в России и не только. В принципе, наверное, в мире. С одной стороны, работа перестала быть местом. То есть понятно, что большинство людей по-прежнему ходят на работу в офис, там, не знаю, с 10 до 6 или как-то иначе. Но, по сути, технологии, та же самая дигитализация или цифровизация, как ее еще, оказывается, правильно по-русски переводят, эту историю меняет, потому что появляется большое количество приложений, смартфоны становятся доступными, и появляется возможность работы в корпоративной сети компании, находясь где угодно. Соответственно, работа, скажем так, теряет свою географическую привязку в этом случае. Поэтому моя дочь, например, часто не понимает, когда я говорю, что я пойду на работу, она говорит, куда же ты пойдешь, если ты останешься дома, потому что большую часть времени, например, я работаю в таком формате home office, который уже во многих компаниях тоже достаточно обычная история. Еще одна тема – это баланс между работой и жизнью. Она, наверное, в России не настолько хорошо заметна, но, например, в Европе и США обсуждается очень активно. В последнее время люди начинают проводить достаточно большое количество времени на работе, благодаря цифровым технологиям работа затягивает их полностью, и не получается уже провести четкую границу – вот здесь дом, вот здесь работа. Соответственно, люди приходят к тому, что им необходимо как-то себя искусственно ограничивать для того, чтобы не прийти в конечном счете к выгоранию, не потерять интерес к профессии. И это достаточно такая сложная тема, о ней мы, наверное, даже успеем еще чуть-чуть сегодня поговорить, но позже. Главный вопрос, который мы сегодня будем обсуждать – это уничтожают или создают работу технологий, да, вот та самая дигитализация, автоматизация. Она действительно создает новые рабочие места или она угрожает нашей с вами работе через, там, не знаю, через 10-20 лет уже, и совсем не очевидный, но мы увидим, что на самом деле это взаимосвязанный вопрос, нужно ли вообще работать, какой смысл будет иметь труд в будущем, можно ли отдать работу роботам, а самим заняться чем-нибудь поинтереснее. На самом деле, отправной точкой, наверное, этой дискуссии стал вопрос о том, как же вообще повлияет автоматизация на развитие рынка труда, и на него достаточно профессионально отвечает исследование McKinsey. Оно было опубликовано в прошлом году, и последовала достаточно серьезная реакция СМИ. Это большой документ, где, конечно же, посчитаны три сценария, есть масса всяких оговорок, но журналисты вылавливают оттуда какие-то самые яркие куски, которые становятся заголовками таких кричащих статей. В любом случае, цифры впечатляют. 2030 год, вроде бы до него достаточно далеко, но в общем и целом это такое относительно среднесрочное будущее, да, и уже к 2030 году порядка 25% всех рабочих мест будут автоматизированы. Таким образом, это четверть всех рабочих мест, вполне такая весомая часть рынка труда. Если посмотреть на абсолютные цифры, которые они приводят, то порядка 400 миллионов, от 400 до 800 миллионов человек могут потерять работу, а еще почти 400, еще почти 400 придется сменить профессию. При этом, безусловно, автоматизация не будет влиять на все профессиональные сферы деятельности одинаково. Очень многое будет зависеть от экономики, а значит, от конкретной страны, от степени ее развития, от отрасли и от специфики самой работы, которой тот или иной человек занимается. Если мы посмотрим на то, как выглядит раскладка по странам, это в первую очередь Китай и Индия, что в общем предсказуемо, потому что большое количество ручного труда, относительно недорогая рабочая сила и большое количество населения. При этом на третьем месте идут Соединенные Штаты Америки, и Россия входит в пятерку. В России действительно есть что автоматизировать. А если мы посмотрим на абсолютную цифру, то это 50 миллионов рабочих мест. Такое очень-очень серьезное количество рабочих мест, которому автоматизация с дигитализацией уже вполне себе угрожает. Для сравнения, в той же Германии, например, которая, понятно, расходится и по количеству населения с Россией, и по уровню развития и проникновения технологий, безусловно, но в Германии эта потеря порядка 12 миллионов рабочих мест, она там является очень-очень большой темой, которая обсуждается. На самом деле, безусловно, если мы будем рисовать какой-то сценарий будущего, автоматизировать будут не профессии целиком. То есть автоматизируют там, не знаю, не профессию учителя, врача, менеджера по продажам или еще кого-то, а автоматизировать будут отдельные функции, виды деятельности. И здесь я хочу поделиться таким достаточно интересным сервисом JobFuturaMat. На слайде есть ссылка, по ней можно перейти и подробнее почитать, посмотреть, самому поиграть с этим сервисом, потому что он позволяет оценить тур, ввести профессию, которой вы занимаетесь, если вы студентом, вы думаете о том, кем стать, пытаетесь сориентироваться, рассматривать для себя какие-то профессии, и оценить, а какое у них вообще будущее с точки зрения автоматизации. Что делает этот сервис? Он раскладывает каждую профессию на несколько составляющих, говорит, что она состоит из нескольких видов деятельности и предполагает, какие виды деятельности будут автоматизированы, а какие нет. Здесь я взял, просто самостоятельно играя с этим сервисом, вел несколько профессий. И, на мой взгляд, получил несколько парадоксальные результаты. То есть, например, тот же переводчик, как мне кажется, профессия, где автоматизация и дигитализация шагнула достаточно далеко, по мнению футуромата, он состоит, деятельность, это складывается из пяти видов, и автоматизировать нельзя ни один из них. То есть, переводчик, по мнению этого сервиса, это профессия, которая автоматизация, и роботы, и приложения не сильно угрожают. При этом, например, рекрутер или человек, который в должности HR-менеджера занимается подбором персонала, у него 8 видов деятельности, и почти 40% могут быть автоматизированы. В случае с водителем 2 вида деятельности, и половина может быть автоматизирована. Учитель, достаточно устойчивая к вот этой автоматизации, дигитализации, вытеснению роботами профессия, 7 видов деятельности, и автоматизация на уровне 11%. Безусловно, все эти выкладки, они очень условные. Но в любом случае, тот факт, что над этим задумываются, тот факт, что виды деятельности уже каким-то образом раскладываются на те, которые легко, и на те, которые сложно автоматизировать, это очень важно. В качестве такого развлекательного слайда, провокационного, я добавил 15 профессий, которые находятся в зоне риска. Вы можете самостоятельно поискать, есть очень много источников, где люди пытаются заглянуть в будущее и сказать, а, вот эти 15 профессий исчезнут первыми, а вот эти вот нет. Все эти списки, безусловно, спорные. Но с точки зрения здравого смысла, каждый из них может иметь под собой какие-то основания. Соответственно, давайте посмотрим на данный конкретный список. Ну, например, тот же сотрудник фастфуда. Я думаю, каждый из вас сталкивался с тем, что в тех или иных предприятиях фастфуда появились уже киоски самообслуживания, где можно самостоятельно заказать и карты оплатить, и прийти, и сотрудник, роль сотрудника будет сводиться только к сбору заказа. Это уже в значительной степени влияет на потребность в персонале, во фастфуде, и, соответственно, это такая умирающая профессия, будет сильно зависеть от уровня оплаты труда, от экономики, еще от чего-то. Но вопрос... Тренд, во всяком случае, очевиден. Кассир. Касса самообслуживания – это уже реальность, и реальность в России, и многие люди предпочитают им пользоваться. И там у меня есть масса знакомых, которые рассказывают о больших преимуществах от этой формы. Водитель. О автомобилях, которые передвигаются самостоятельно и не требуют водителя вообще. Все наверняка слышали. В Штатах передвигаются по дорогам. Пока что это все сильно напоминает эксперимент, и, безусловно, там есть определенные шероховатости. Но весь вопрос просто в том, насколько быстро это все будет внедрено, насколько дешевые будут такие автомобили. В вектор движения тоже понятен. Трейдер. Уже очень давно программное обеспечение торгует по своей эффективности на уровне сопоставимом с живым человеком, а иногда его и превосходит по целому ряду параметров. Бухгалтер. Тоже мне многие эксперты озвучивают ее как такую умирающую профессию, поскольку огромное количество программного обеспечения, позволяющего автоматизировать эти функции без каких-либо дополнительных вложений. Менеджер турфирмы – это такой американский взгляд скорее на вещи, когда мы сами с помощью сервисов по бронированию отелей, авиабилетов, поскольку гаджеты и приложения стали доступны всем, мобильные, можем организовывать свое путешествие. Туроператор и турфирма нам больше не нужны. Спорный вопрос, но тем не менее. И так далее. Мы видим автоматизацию в банках, мы видим автоматизацию в телемаркетинге, когда вам уже звонят не живые люди, а некие полуроботы, а живой человек находится на какой-то третьей линии. В общем, наверное, вектор понятен, каким образом автоматизация движется, и что в любом случае будут профессии, где она шагнет семимильными шагами, а будут профессии, где она продвинуться сильно не сможет хотя бы пока. Вопрос – что же делать? Мы увидели, что в принципе некая тревожная информация существует, и надо понимать, что автоматизация все равно повлияет на рынок труда, как бы мы к этому ни относились, как к этому подготовиться, будучи такими людьми молодыми, гибкими, способными к адаптации. Надо понимать, что луч света в темном царстве заключается в том, что цифровая экономика создает новую работу. Она не только приводит к тому, что какие-то рабочие места сокращаются, она, безусловно, в связи с тем, что носит инновационный характер, обязательно создает и новые рабочие места. В качестве примера предлагаю то, что для меня очевидно, если мы вспомним про блокчейн и про криптовалюту. Раньше это были какие-то такие вещи, совершенно нишевые, о которых знало очень малое количество людей. Сейчас, если вы посмотрите на Headhunter, вы увидите большое количество, целый сегмент рынка, компаний, стартапов, которые ищут людей специально в этой сфере, уже с релевантным опытом в блокчейне, с целым набором компетенций. Вот, пожалуйста, то есть раз, и появился рынок в этой нише. Вопрос только в том, насколько эти процессы будут скоординированы, то есть процессы создания новой работы и процессы сокращения рабочих мест в результате автоматизации. Еще один совет – это обучение и саморазвитие. Здесь я никого, наверное, не удивлю, но что касается будущего, да, то есть что касается того, насколько по-другому мы будем смотреть на, относиться к обучению и саморазвитию, здесь, наверное, вопрос больше в плоскости инициативы. То есть если раньше многие полагали, ну, хорошо, да, я, безусловно, должен учиться, я перехожу на какую-то новую работу, работодатель отправит меня на какие-то курсы повышения, то, мне кажется, в будущем человеку придется очень сильно вращать головой по сторонам, да, пытаясь сориентироваться. А что будет завтра? Потому что никакой работодатель уже не будет заинтересован, скажем так, в том, чтобы адаптировать того или иного сотрудника к потребностям рынка труда. Гибкость и готовность к переменам – это полезное качество и на современном рынке труда, все об этом, я думаю, знают. Вопрос в том, что эта гибкость будет, наверное, все больше и больше расти, становиться таким абсолютным требованием. Гибкость не только к, там, знаю, усвоению новых знаний, к тому, чтобы взять и сменить род деятельности, профессию несколько раз в жизни, но и, не знаю, вот географическая мобильность, которая, например, в России не очень развита, да, то есть вот есть отличная работа, но в другом городе, а или, там, знаю, если глобально смотреть в другой стране, насколько люди готовы к релокации, насколько они готовы несколько раз в жизни к подобным экспериментам. И, наконец, работа больше не смысл жизни. Не то, чтобы я, наверное, ставлю под сомнение ценность работы, а я говорю лишь о том, что нам потребуется переосмыслить работу как какую-то такую философскую категорию, да, то есть если работа, которую люди раньше вкладывали полжизни, становились там какими-то узкими профессионалами, а теперь, допустим, через 10 лет эта работа будет выполняться полностью приложениями и роботами, то какова ценность работы, как должен позиционировать себя современный человек по отношению к труду, что такое для него труд. И здесь мы так плавно затрагиваем еще одну интересную тему, о ней можно сделать вообще отдельный доклад, и долго о ней спорить и говорить. Это история про базовый, базовый, безусловный базовый доход, да. Он по-разному называется. В Германии это перед ними условия с Grundeinkommen, а в США Basic Income, но суть, безусловно, одна. Тема такая активно дискутируемая в европейских, и в американских СМИ какое-то время назад она, в зависимости от новостных поводов, она приходит и в Россию, и о ней начинают говорить. Но в России она просто в силу экономических причин большинству людей кажется, ну, совершенной утопией. В Европе это скорее что-то более похожее на реальность. В чем же идея? И почему она тесно связана с темой моего сегодняшнего доклада? Дело в том, что разговоры о том, что должен быть какой-то базовый доход для каждого человека, они ведь не праздные. Действительно, в ситуации, когда через 10 лет количество рабочих мест будет уменьшаться, обязательно образуется какая-то категория людей, которые в силу возраста, в силу каких-то других причин, компетенции, образования, гибкости, негибкости, чего угодно, оказались, в общем-то, вытолкнуты вот этой автоматизацией на обочину. При этом потребность в источнике дохода, которым является работа, для них будет по-прежнему актуальна. Как поступать в этой ситуации? Потому что это грозит европейским странам, в первую очередь, большим количеством общественных проблем. Идея базового дохода сводится к тому, что это некая денежная сумма. Фигурируют разные цифры, уже есть эксперименты по выплате разных сумм, от 400 евро, в каких-то выкладках говорится от 1000 евро. Это совершенно неважно, сколько точно и в какой валюте это будет существовать. Главное, что это некий минимальный доход, который выплачивается на регулярной основе государством по безусловному принципу. И главное, это вот этот вот безусловный принцип, его минимальный доход получает каждый, независимо от того, бедный он или богатый, безработный или работающий, не работающий по религиозным убеждениям или не работающий по инвалидности или еще по каким-то причинам. Суть в том, что это некий минимум, который каждый член общества должен получать. У этого подхода есть свои поклонники, которые говорят, что это практически единственное, наверное, спасение, скажем, решение многих общественных проблем, в том числе с безработицей, с таким междевенческим поведением отдельных, наверное, категорий европейского общества. Другие говорят, нет, эта история, во-первых, экономически не имеет под собой никакого основания. Например, при 1000 евро посчитано, что подоходный налог для каждого работающего в Германии составит порядка 70%, что, наверное, полностью убьет мотивацию к труду, пройдет только дополнительных и ждевенцев и нахлебников. Все это у той и другой точки зрения есть свои противники и сторонники. В России год назад Headhunter проводил исследование, согласно которому 62% населения, опрошенных в выборке этой, проголосовали за безусловный базовый доход. В России к этой истории относится крайне положительно, при этом только 20% высказываются там по тем или иным причинам против. Понятно, что в России безусловный базовый доход очень туманная в экономическом плане история, потому что совершенно непонятно, как ее финансировать, сможем ли мы себе такое позволить в какой-то обозримой перспективе. Но, тем не менее, все это тесно связано с автоматизацией, роботизацией, дигитализацией. В итоге, да, скажем так, многие сторонники, противники подхода вспоминают периодически об этом и демонстрируют, как роботы платят нам, не знаю, мизерную сумму денег, отняв у нас полностью работу. Какое же оно будущее работы? Давайте резюмируем. И дальше мы сможем, наверное, подискутировать на эту тему. Для того, чтобы это не был только мой монолог и мое мнение. С одной стороны, совершенно ясно, что цифровая экономика открывает новые горизонты для людей, у которых есть соответствующие компетенции, качество, гибкость, готовность адаптироваться и выталкивает на обочину. Причем, если мы сравниваем, да, наверное, такой процесс происходил всегда, в любом поколении, не знаю, в любое время. Но сейчас этот процесс будет выражен более четко, станет более выпуклым, когда целая группа людей окажется в условиях жесткой конкуренции. Потребность в них, да, то есть профессия не исчезнет полностью. Вопрос будет просто в том, какое количество людей будет требоваться, потому что вместо 10 человек в отделе, 9, скажем так, 9 позиций будут автоматизированы, а те функции, которые нельзя будет автоматизировать, будет выполнять один единственный человек, как один из сценарий потенциальных. Будет больше гибкости во времени и пространстве в плане работы. Это мы чувствуем уже сейчас. Если я, например, сравниваю с рынком труда десятилетней давности, когда гибкое начало рабочего дня, например, возможность выбрать, не знаю, с 8 до 11, в какое время ты хочешь начинать работать, подавалось многими IT-компаниями 10 лет назад как такое супер преимущество. А сейчас это стало совершенно обычной практикой, никого не удивляет, а наоборот становится таким определенным требованием, ожиданием сотрудников в определенных компаниях. Что касается пространства, это опять же, если раньше удаленную работу, как вот категорию объявлений, было найти достаточно сложно, сейчас это вот целый пласт людей, которые этим занимаются. Что касается контроля учета эффективности, с одной стороны, технологии, приложения, разные полезные программы, они помогают нам избавиться от рутины, скучной работы, роботы забирают на себя то, чем человек не хочет заниматься, это так, а с другой стороны, они приносят с собой контроль, учет и требования к постоянному повышению эффективности. Я уверен, что вот те, кто работают, с этим постоянно сталкиваются, в первую очередь с этим сталкиваются программисты, потому что они как бы на переднем крае вот этих технологий, когда все просчитывается. Существует система управления задачами, система отслеживания рабочего времени, существует CRM, и постоянно вот с одной стороны, это история про то, как повысить производительность труда и, соответственно, доходность бизнеса, а с другой, это постоянное давление на сотрудника, который должен работать лучше, лучше и еще лучше. Да, это, наверное, требование экономики, но это и огромные стрессы, выгорания. Вот эта дилемма или вот этот цикл работа-дом-работа, он перестает быть актуальным, потому что работа постоянно вторгается в нашу жизнь. Я не знаю, задумывались ли вы, но сейчас, сравнивая ситуацию с несколькими годами давности, человек мог прийти на работу, интенсивно проработать свои 8 часов, а потом отправиться домой и отключиться от происходящего. Сейчас это сделать довольно сложно. Я наблюдаю, да, как люди в транспорте продолжают решать свои рабочие проблемы, сидят в приложениях, в мессенджерах, отвечают на звонки людей, которые находятся в офисе, например, в эту минуту, открывают файлы, едут с работы, открывают даже ноутбуки и там что-то пытаются сделать. А люди работают в выходные, потому что, ну, офис как таковой перестал быть необходим. То есть на работу люди тратят гораздо больше времени, она просто так незаметно интегрировалась с их жизнью очень-очень прочно. Что касается последней, наверное, такой не очень веселого вывода, работать мы будем больше, как полагают многие эксперты, просто потому что, казалось бы, с одной стороны, вот был такой фильм «Приключения электроника», где в песне была строчка о том, что вот как бы было бы здорово, если вкалывают роботы, а не человек. С одной стороны, да, но благодаря тому, что роботы начнут вкалывать, мы будем вынуждены конкурировать с ними, да, условными роботами. Я имею в виду и, безусловно, и приложения, любые технологические новинки, которые позволяют заменить, наверное, деятельность человека в той или иной степени. И мы будем вынуждены конкурировать с себе подобными на рынке труда, который будет, в общем, в определенной степени сужаться. Это будет непросто. Вот. На этом, наверное, такой провокационной ноте я бы хотел закончить свое выступление и, собственно, перейти к самому главному, к общению. Вы можете, как я уже сказал, писать свои вопросы, мысли в чаты, и, соответственно, я смогу их увидеть и ответить вам, поскольку доклад у нас в таком живом режиме, да, не в записи, соответственно, я могу отвечать не письменно, а... То есть у нас такие разные каналы общения, вы можете мне писать, а я вам могу отвечать в устной форме. У нас есть вопрос, который пришел во время моего выступления. Я его сейчас прочитаю. Добрый день. Слышали вы про робота-рекрутера. Как вы относитесь к роботам, которые обзванивают кандидатов, сужая воронку уже для сотрудников HR в служб крупных компаний? Да, ну, опять же, поскольку я, скорее, человек, смотрящий на рынок труда с позиции кандидата, да, то есть неоднократно побывавший и поменявший большое количество различных позиций, причем в разных компаниях, как в отечественных, так и в зарубежных, международных. И вижу я, наверное, рынок труда в определенной отрасли, сфере, да, поскольку я занимался, занимаюсь IT, интернетом и технологиями. Мне кажется, вот в моем случае, да, не знаю, звонок робота-рекрутера мне как потенциальному кандидату, он скорее оставил бы очень нехорошее впечатление о компании, при этом я вполне допускаю, что для некоторых позиций, да, если это массовый подбор, давайте представим себе, каким образом подбирают, например, продавцов, кассиров в магазинах самообслуживания, в каких-то крупных федеральных сетях. Безусловно, тут нужно огромное количество ручной работы, причем такой однотипной, которую достаточно хорошо можно автоматизировать. И, возможно, для этих позиций как раз вот эта вот роботизация и отсутствие индивидуального подхода, оно сработает и будет совершенно оправданно и эффективно. Вот, насколько я знаю, просто мне довелось пересечься с компанией, которая занимается как раз, IT-компанией, которая занимается обслуживанием, например, таких вот крупных сетей, как Пятерочка и прочих-прочих всяких ритейловых сетей в плане HR-подбора. И там действительно уже огромная, огромный пласт технологий и огромный пласт, скажем так, работы такого классического HR-специалиста автоматизирован. И в зависимости от сферы подбора, я думаю, это работает. Вопрос грамотного применения его. То есть, я не думаю, что это будет всеобъемлющей практикой, но в некоторых сферах это, безусловно, совершенно нормальная вещь и думаю, что она очень-очень эффективна. Так, пока, да, пока я вижу только один вопрос. Если есть еще какие-то вопросы, то буду рад. Наверняка я останусь еще и в чате, то есть, вы можете по-прежнему писать в чат, я, может быть, смогу тогда в письменном виде ответить. Спасибо. 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 Тоже интересный вопрос. Некоторые европейские страны сокращают рабочий день, а у нас он растягивается. Во многих местах заработная плата не индексируется должным образом, ищут ли зарубежные компании только дешевый труд в РФ? Хороший вопрос, над которым я тоже наверняка задумывался, как потенциальный сотрудник и как действующий сотрудник зарубежной компании. Некоторые европейские страны сокращают рабочий день действительно, есть эксперименты, где это делается не на уровне страны, а на уровне отдельных работодателей, часто в государственной сфере, есть самоуправление, местное самоуправление, есть несколько проектов в Нидерландах, есть успешный и, по-моему, довольно-таки опыт в Скандинавии и так далее и тому подобное, то есть рабочий день до 7, до 6, есть компании, которые говорят о том, что они сократили его до 5, но я боюсь, что это просто некий пиар-повод, то есть когда говорят, что люди чуть ли не в 2 раза сократили рабочий день, а их производительность выросла, это всегда вызывает сомнения, но эксперименты с сокращением рабочего дня действительно происходят, вопрос заключается в том, действительно ли сокращение рабочего дня с одной стороны приводит к росту производительности или способно компенсировать хотя бы те издержки, которые несет работодатель, глобально, хорошо, если это будет государство, то, соответственно, оно имеет тоже, недополучает что-то в виде налогов, общее количество произведенного продукта все равно в этом случае снижается, если мы так макроэкономически на это посмотрим. Что касается зарубежных компаний, то вот, опять же, это, наверное, только мой взгляд и мое мнение, никакого всеобъемлющего исследования я не проводил, но в каких-то случаях это действительно поиск дешевого труда, вы правы, вопрос в том, что этот труд становится, наверное, не очень дешевым периодически, да, то есть все сильно зависит от курса, вот, но в определенный момент до там очередного скачка и обвала рубля этот труд становился очень и очень дешевым, я могу судить просто об этом, когда мы выводили на российский рынок зарубежный продукт и формировали здесь штатное расписание, думали о том, да, каких людей стоит нанимать, например, если говорить про IT, про IT город Москву, то для там зарубежной компании, даже из такой страны, там, не знаю, как Нидерланды, это достаточно нерентабельная история, то есть специалисты стоят достаточно дорого, сэкономить в этом случае там на дешевую рабочую силу не получится, при этом, если посмотреть на российские регионы и опять же есть кейсы зарубежных компаний, которые выносят свои производственные в первую очередь мощности куда-то там сильно-сильно за пределы МКАД, это действительно дешевый труд, который они в своей стране получить никаким образом не смогут, история с неиндексацией заработной платы, она вообще совершенно глобальна, я бы ее просто в стороне отставил, она напрямую с зарубежными компаниями не связана, она, наверное, связана с тем, как российский рынок обстан Thanh depend остации, отставил, декабря, который де irсбилин что вы делали, что вы делали, в России, чем вы делали? Да, я, то я отвечаю я тоже 90, эту вопрос в falsу, когда 30, что вы делали, да, да, я, я тогда на этой Факультой Факультет für Фremssprache absolviert в России и не в Москве, но в Москве, в городе Ярославль. И там я тоже промолвировал. Я был два раза в неделю в нем, в Марбург. Я был первым в Марбург. И я был в Марбург. И я был в Марбург. Но я работал в разных разных странах и это необычное. Also, wenn ich dann mit anderen Menschen das bespreche und auch mit anderen Germanisten, ja, das passiert nicht oft und das kommt dadurch, dass wenn Sie zum Beispiel ein wirklich starkes Interesse für etwas haben, dann können Sie selbst als Autodidakt sehr viel lernen. Dann brauchen Sie im Prinzip keine Ausbildung und IT ist im Grunde genommen so ein Bereich, wo die Ausbildung keine grundsätzliche Rolle spielt. Also, Sie können auch Fremdsprachen studiert haben und in IT arbeiten. Okay. Okay. Есть ли еще вопросы? Keine weiteren Fragen. Okay. Okay. Data. Всех благодарю за внимание. Надеюсь, что вот эта карьерная выставка, вот ее сам виртуальный формат, он мне тоже показался весьма интересным, и сам я впервые принимаю участие в подобном мероприятии. Надеюсь, что он был вам полезен не только в плане контента и докладов, общения со спикерами, но и в плане установления контактов с работодателями. То есть это основная цель в любом случае, когда мы приходим на выставку. Я посмотрел, достаточно большое количество компаний представлено, все они разные. Единственное, я не знаю, мне тоже будет очень интересно узнать, как получилось взаимодействие. То есть стоят некие виртуальные фигуры людей, где вы можете кликнуть и начать с ними какой-то чат. Работает ли это действительно, проще ли это, чем обычная, например, оффлайновая выставка, на которой я тоже был, тоже достаточно интересное выступление. Да, появились вопросы, пока я делал вот эту заключительную ремарку. Чаще всего в зарубежных компаниях условия все равно лучше. Какие ключевые компетенции наиболее востребованы? Что нужно знать и уметь в первую очередь? Я согласен с тем, что чаще всего в зарубежных компаниях условия все равно лучше, хотя это действительно варьируется. Если говорить о ключевых компетенциях, то они довольно разные. Я думаю, что это не связано, скажем так, со спецификой происхождения компаний. Это больше связано с тем, на какую позицию вы претендуете. То есть, например, в моем случае я был для компании достаточно уникальным специалистом, который несколько лет предварительно общался, понимал то ли, что я ищу, представляет из себя компания. Компания смотрела на меня, понимала, могу ли я ей дать то, что она ожидает. То есть, это такое было очень-очень медленное сближение. Не всегда так бывает. Но если говорить о зарубежных компаниях, мне кажется, очень важная вещь, которую я понял позже. То есть, это не было ключевой компетенцией, фактором при приеме меня на работу. Но это очень важная вещь, которая поможет вам в работе. Это понимание того, что зарубежная компания – это не просто немецкий, английский, какой угодно еще язык, а это еще и совершенно другая культура. Да, вроде бы мы германисты, да, мы там 5 лет или как-то больше глубоко в это все погружаемся. Мы знаем очень много про страну и про язык, и про людей, но мы не очень много знаем, например, про культуру принятия решений. Мы немного знаем про то, как организовано рабочее пространство. Вот эти вещи очень важны. Когда я, например, понял их про Нидерланды, поскольку это для меня была совершенно новая страна, да, я считал, что Нидерланды, ну, это плюс-минус похоже на Германию, но Германию я знаю хорошо. Это оказалось не так и с точки зрения культуры, и с точки зрения принятия решений, и с точки зрения отношения к языку. Поэтому вот я советовал бы в любом случае всегда понимать, да, то есть это не просто шильдик зарубежная компания. Это всегда какая-то компания с какими-то корнями, да, то есть это немецкая компания, это, допустим, голландская компания, это компания из США, это совершенно разные культуры, в которых придется вариться и в которых придется к какому-то успеху, да, для себя двигаться. Так, спасибо за презентацию. Как вы думаете, глобальные изменения в будущем затронут также административных персоналов, например, секретарей и ассистенты? Я думаю, что да, и при этом я думаю, что это как раз, если смотреть вот на этот вот футуромат персонал или как бы сфера, в которой очень-очень многие функции могут быть автоматизированы. Вопрос в том, что, не знаю, человеческий контакт по-прежнему останется важен, да, то есть руководителю будет важно иметь не, может быть, не только себе виртуального ассистента Siri, сидящего в его там телефоне, которому он будет давать указания, они мгновенно будут выполнены, и любые выкладки, знаю, исследования и все остальное будет, независимо от настроения, выполняться, но и человека все-таки живого, который сможет принимать, не знаю, организовывать встречи, сможет принимать гостей, общаться с людьми, то есть, возможно, вот именно вот в этом направлении, да, это то, что должно спасти вот эту сферу там от тотальной автоматизации. Но, безусловно, это очень подверженная, на мой взгляд, автоматизация сфера, это достаточно такие структурированные активности, которые можно автоматизировать. А как это прочитать? Я училась в теоретическом языке. И это было, что это было, что я занимался компьютерной коммуникацией, в английском и в русском, а не в русском. И я тогда взглянулся, что это в целях психолингвистик, und auch im Bereich Kulturwissenschaften, wie kommunizieren wir eigentlich im Internet und wie ist das durch verschiedene Faktoren bedingt, darunter auch durch unseren kulturellen Hintergrund, durch die Sprache und das war anhand von verschiedenen Arten und Methoden von Internetkommunikation, zum Beispiel, wie kommunizieren wir in E-Mail-Kommunikation, also wie geht es in Foren, in Instant-Messaging und das war sehr interessant, aber das war schon, ja, das war 2004 und momentan haben wir ganz verschiedene Art und Weise, wie wir im Internet kommunizieren und ja, das veraltet sich ganz, ganz schnell. Vielen Dank. 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 благодарить за внимание, и да, сейчас через минуту зайду в чат.